Новая трагедия в тюремно-криминальном скандале в Таншаевском районе. Неожиданно и очень странно погиб человек, который добивался возбуждения уголовного дела в отношении заместителя начальника исправительной колонии подполковника Сергея Михеева. Я напомню всю эту запутанную историю. В начале февраля мы рассказали о том, что замначальника колонии задержали за построение бизнеса с использованием заключенных в качестве курьеров. Зэки развозили и продавали по близлежащим деревням лесоматериалы. Спокойно гуляли на свободе, ездили на грузовике, даже не имея прав. Долгое время этого почему-то никто из местных правоохранительных органов не замечал. Но в конце концов Следственный комитет возбудил уголовное дело. Снимая сюжет об этом, узнали, что обвиняемый подполковник Сергей Михеев еще два года назад на своем автомобиле сбил насмерть местную жительницу Нину Эсаулову. Ее семья, прежде всего сын Леонид, пытались добиться расследования, но местные правоохранительные органы даже уголовное дело не возбуждали. И ему в конце концов удалось добиться того, чтобы делом занялся Следственный комитет. В нашем эфире вышел репортаж, и вот спустя месяц после этого Леонид Эсаулов погиб. Пошел в лес, налесоповал, и на него сверху упала ветка дерева и убила. Свидетелей нет. Около двух часов дня, вот позвонили, вот, мертвый. Я вот пошел на толкану, я вот сходил, поворачиваюсь, тела не работает, он лежит. Я к нему его за ногу, Леня, 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 все у него. Кровью много из носа идет. Вот, я смотрю, нету вообще признаков жизни. Вот пила, где-то, метра два от него в стороне, заглушена. Вот, тут каска, где-то валяется, тут вот шапочка. Когда вскрытие-то сделали, у него основание черепа разбито все, и шейный позвонок. Как потом они объясняют, что вот там, вот такой сучок нашли, сухостоянный, это осина. Вот якобы он, этот сучок упал ему прямо вот. Вам не кажется, что очень странно это? Мне кажется, ну, ну как сейчас, ну что скажешь, это не видел, ничего не знает. Вот, я, говорит, отвернулся, пошел, я ответил, к нам, отошел тут, где этот толкан валялся. Я понимаю, на что вы клоните, я тоже слышал эти слухи, но ему уже не отвертеться никуда. Ну, я думаю, смысла бы не было. Ему это и веете ввиду Михееву? Да, да, потому что Леня был очень рад, с телевидением тут пообщался. Ему столько головушку морозили, он довольный был, что все, говорит, он сам говорил, никуда он не отвертится. Знаете, я вам честно скажу, что если даже какой-то будет малейший обнамек, что там его убили, они все прекрасно знают, этого я не прошу. Местные жители посоветовали нам встретиться и записать интервью с работницей кафе, которая хорошо знала семью Эсауловых и задавленную заместителем начальника исправительной колонии Нину Михайловну и погибшего в лесу от упавшей ветки Леонида, который два года добивался расследования этого дела и сдвинул-таки его с мертвой точки. Но как только мы зашли в это кафе, сразу же прибыли сотрудники исправительной колонии. Пару вопросов можно? Конечно. Месяц назад вышел наш сюжет про вашего коллегу, который два года назад сбил женщину. Через месяц погибает сын, который нас звал, чтобы рассказать об обстоятельствах гибели своей мамы. Вам не кажется это странным? Я комментарий не даю. Все комментарии вы можете получить в «Син России», «Большой жил». А я не прошу вас в комментариях, я интересуюсь вашим мнением. Этот вопрос я вам не отвечаю. Вы, находясь на режимной территории, можете быть подвергнуты досмотру? Ваши личные вещи также могут быть подвергнуты досмотру? На основании? На основании того, что это режимная территория. Табличку повесите, тогда мы поднимем. Повесить. Вот. Выжидите отсюда, пожалуйста. Не увидите здесь, я еще вам говорю. Где табличка? Не увидят табличку, вы сюда зашли. Яко должностное лицо зашел за вами и вам говорю о том, что это находится режимная территория. Где табличка? Будет. Вы можете все здание снять, это, да, здесь таблички нет. Вы, не увидев эту табличку, я еще раз говорю, вы сюда зашли. Но я зашел за вами. На этом наше общение с людьми в форме не закончилось. Мы, правда, сразу же уехали из Шерстков, но на границе Таншаевского района нас остановили сотрудники местной полиции. Животом полиции. Неправомерно берут съемку. Также пытаются незаконно проникнуть на режимное помещение. Вот и все по данному факту. С вас возьмут объяснение. Мы зашли в кафе. Как мне поступило сообщение. Позвонил оперативный дежурный. Вы незаконно пытаетесь проникнуть на режимное помещение. Что-то знаете про обстоятельства гибели два года назад? Заместитель начальника колонии сбил женщину. Ему за это ничего не было? Не знаю. До сих пор ничего не расследовалось? Все вопросы, пресс-служба, ГУВД. Пожалуйста. То есть вы не в курсе? Нет. Ни одного руководителя нет? Нет. Начальника следователей тоже нет? Понятно. Кстати, мы, конечно же, направили запросы и в пресс-службу полиции, и следственного комитета, но нигде комментарии предоставить нам не смогли. Уголовное дело по факту гибели Леонида Эсаулова не возбуждено.